Когда думаешь о мороженом с необычной начинкой, то воображай, что эта самая начинка будет сладенькой, но никак не со вкусом лягушачьего мяса. Может быть, перед нами какой-то экспериментальный французский десерт? Кулинар оставил в самый последний момент ложку в своем блюде, а затем отправил его в духовку. Когда по готовности прозвучал таймер, то его ждало небольшое удивление. Открыл только что купленную пачку с кукурузными кольцами, и на поверхности меня ждал очень приятный и большой бонус. Привет, с вами канал Фактория. Купил пачку китката, где шоколад поделен на небольшие дольки. Оказалось, что большая часть содержимого состоит из обычных вафель без глазури. Даже обидно как-то. И если в предыдущем случае автору фото было просто обидно, то здесь человек был шокирован тем, что внутри хлеба находилась целая ложка. Наверное, какая-то тюремная передачка, а рядом с ложкой был еще и напильник. Взял в дорогу желейных бобов, чтобы слегка утолить голод перед нескорой остановкой. Внутри оказалось гигантское нечто. Съел с опаской, но оказалось вкусно. Присылайте по ссылкам в описании под видео свои интересные фото на тему случайных открытий. Самое неприятное, когда неожиданная находка обнаруживается лишь в конце. Кто-то беззаботно попивал свою газировку, а затем на дне заметил болт, который изначально по звуку приняли всего лишь за лед. Никто сегодня не хотел заниматься готовкой ужина, поэтому по пути домой моя сестра купила курицу-гриль. Только дома мы увидели, что внутри нее оказался вертел, на котором она готовилась. Обожаю печенье Орео, особенно в сочетании с молоком, как его и принято есть. Сегодня случайно уронил одну печеньку в молоко, и лишь тогда увидел, что на нем написана фраза «не содержит глютен». Кушала чипсы и заметила идеальный силуэт Пики. Самое интересное, что я обожаю играть в карточные игры. Это какое-то послание от вселенной? Я, конечно, городской житель и не очень разбираюсь в сортах овощей, фруктов и зелени. Но, по-моему, здесь определенно что-то не так. В моем будущем салате не нужен горошек. Сейчас у всех есть возможность заказать с собой еду на вынос по пути на работу. Именно так и произошло в этой истории. Вот только о наличии дополнительного ингредиента, который не заказывали, узнали уже во время обеденного перерыва в офисе. Чтобы освободить себя от обязанностей готовки, заказала на ужин фастфуд. Одним из пунктов был сырный картофель фри. И вот как его приготовили. Это что, какая-то шутка? Этого ингредиента не было в описании блюда. По всей видимости, повара любят скоротать свободное время за игрой в карты. К счастью, еду мне тут же заменили и не стали брать оплату за весь заказ. Захотелось мне, значит, сгущенного какао. Содержимое баночки превзошло все ожидания. Это что же с ним случилось, что его цвет превратился в ядовито-зеленый? Какой-то радиоактивный десерт. Автор этой фотографии приготовил себе на обед ролл с морепродуктами, среди которых были креветки, гребешки и устрицы. А в одной из устриц сидел этот маленький крабик, которого вовремя заметили. Этот спрессованный в форме цилиндра сырный порошок был найден в пачке с чипсами. Их покупали и даже не задумались о том, что они гораздо тяжелее обычного. Еще одна находка в пачке чипсов. В этот раз кукурузного монстра обнаружили внутри читос. В такие моменты закрадываются мысли о том, что это был подарок от гепарда Честера. Хоть в данном случае находка не является шокирующей и никак не портит общее впечатление от заказа, но любители картошечки фри точно останутся рады длинной случайности. Всем известно, что МНМС – это не только неповторимый шоколадный вкус, но еще и сочетание ярких красок. Поэтому бледная конфета среди остальных вызывает недоумение. И опять же ситуация, когда заказали обед на вынос в ближайшем к работе общепите. А внутри блюда лежали ключи в соусе. Автор фото сразу же понес возвращать их владельцу и менять свой заказ. Даже не знаю, что лучше – какой-то неожиданный сюрприз внутри банки или же абсолютная пустота. Автор заявил, что более диетической фасоли ему еще не удавалось съесть. На заводах по производству чипсов есть специальный металлодетектор, который следит, чтобы в упаковку не попало ничего лишнего. А работоспособность этого детектора периодически проверяют такими металлическими шайбами, которые упаковывают в случайную пачку. В этот раз система не сработала, но никто из сотрудников этого не заметил, и пачка отправилась в магазин. А исходя из этой фотографии, хочется, чтобы и на всех остальных пищевых производствах были рабочие металлодетекторы. Потому что никому не понравится есть мороженое с металлическим вкусом. Хуже случайной детали в мороженом может быть только насекомое, которое оказалось не в том месте, не в то время. После этого есть вероятность полностью отказаться от любимого лакомства. Отвлечемся от неприятных случаев, ведь очень часто реальность превосходит все возможные ожидания. Для тех, кто любит шоколад, это будет очень приятным сюрпризом. Внутри тыквы около половины содержимого приходится на семена, которые обычно не употребляют в блюда. Но в этом случае она практически полностью состояла из мякоти. Замороженная пицца из супермаркета – это тоже своего рода лотерея. Но когда тебе достается такой щедрый круг, то осознаешь, что впредь ты будешь покупать продукцию только этой фирмы. Внутри ведра с мятным мороженым и крошкой из печенья оказалась целая печенька. А ведь такой маркетинговый ход можно было применять на постоянной основе и сделать его изюминкой своего производства. Полуфабрикат для приготовления печенья с шоколадной крошкой в этот раз тоже кого-то сильно порадовал. Ведь в результате получились самые шоколадные печенюшки, которые только можно было придумать. Постоянно покупал себе эти колбаски в качестве закуски. И только сегодня решил почитать состав на обратной стороне упаковки. Оказалось, что все это время я ел лакомство для собак. Внутри каждой пачки этих сосисок всегда находится одинаковое количество. Но в этот раз там затерялась бонусная штука. Когда это увидели в супермаркете, то бросили ее в тележку без долгих размышлений. Бананы нельзя воспринимать как полноценный прием пищи. Но многие любят ими быстро перекусить. В этот раз кому-то попался двойной перекус, которым можно поделиться с коллегой. А здесь перекусить решили творогом. Но лишь в середине приема пищи заметили, что внутри находился кусочек цемента приличных размеров. Все остальное, естественно, тут же полетело в мусорное ведро. С консервами неприятные ситуации происходят чаще, чем с остальными продуктами. Сюрприз так сюрприз. Именно поэтому многие и не воспринимают консервированные продукты. На упаковках часто большими буквами пишут об акциях, в которых можно выиграть ценный приз. Но этот случай ни к каким акциям не относится. Кто-то просто получил халявное кольцо. Лягушка, которая случайно оказалась на производстве по выращиванию зелени. И для нее это стало огромной ошибкой. Потому что кто-то, не глядя, упаковал ее и отправил на продажу. И вновь обитатель дикой фауны, которого решили продать вместе с зеленью. Здесь обнаружить находку получилось слишком поздно. В момент, когда уже наслаждались своим блюдом. Не знаю, что за заметка была на бумажке, но автор фотографии точно остался недоволен тем, что ему предложили довольствоваться вкусом чернил. Картошка, которая до самого последнего момента пыталась выжить. Ведь даже после того, как она прошла все этапы приготовления чипсов, на ней появились ростки. Не знаю, в результате чего с сыра не сняли упаковку, от усталости повара или от невнимательности, но этот вопрос навсегда для нас останется без ответа. Зато эту шоколадную пасту можно считать действительно натуральной. Ведь оса не стала бы лететь на какую-нибудь химию. Правда, даже с такими мыслями нет желания пробовать пасту на вкус. Заказал солянку на дом. Очень долго ждал свой обед. Курьер опоздал на целый час. Но и это не самое плохое. Ведь внутри меня ждала сметана, упакованная по каким-то современным методам – в фольгу. После этого снимка у вас пропадет все желание покупать замороженные полуфабрикаты в супермаркетах. Даже нет смысла сравнивать реальность с тем, что было изображено на упаковке. Привезли мой заказ, которым я, в принципе, остался доволен, ведь с едой все в порядке. Но обратите внимание на верхнюю часть фото. Вместо салфеток к заказу добавили рулон туалетной бумаги. Йогурт, который предназначен для тех, кто забывает проверить срок годности. Ведь в таком виде вы точно обратите внимание, когда наступает дата, в которую его стоит выбросить. Не представляю, какое чувство испытываешь, когда ты уже откусил заветный сэндвич и понимаешь, что повар не снял упаковку с сыра. Аппетит в такие моменты пропадает в одно мгновение. Купили мы кексики к вечернему просмотру фильма. Муж откусил один и замер. Затем посмотрел на меня и достал из него гвоздь. Хорошо, что хоть ребенку этот кекс не достался. Кэшбэк – это не какие-то там виртуальные баллы, которые можно потратить только на следующую покупку. Настоящий кэшбэк – это когда ты находишь монетку в пачке с орешками. И это будет первый вклад к будущему походу к стоматологу. Думаю, каждый профессиональный повар был бы рад встретить такой чеснок. Ведь теперь не нужно будет очищать каждый зубчик от кожуры, а можно сразу начать нарезать. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо и до новых встреч!